Смотрите, есть изогнутый 27-дюймовый монитор с частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс и подсветкой GameSense, которая с помощью цветовой полосы снизу выводит информацию из игры. Сколько стоит такой мойник? Правильно, 650 долларов. FUA. Скрытые распродажи по рассылке. Монитор красивый, я считаю, что это важно, потому что, я уже много раз повторял, это главный девайс у вас на столе и первые взгляды сразу на него. Так что дизайн в мониторе важная штука. Здесь же все как я люблю. И тонкие рамки, и RGB, и три вида пластика сзади. Глянец, шлифованный под металл и просто матовый. Вот ножка неудобная. Она, конечно, хорошо держит монитор, все устойчиво, но она слишком длинная. И мне мешает, моим девайсам это вообще неудобно, потому что у меня обычно большие ковры и вот это, ну, мне вот это совсем не нравится. Приходится как-то придумывать что-то, как-то поворачивать, но тогда клавиатуре неудобно. В общем, вот так. Изогнутость на такой диагонали не сильно чувствуется, но свой эффект она дает. Вот, чтобы вы видели, изогнутость есть. Я хз, как вам это передать, это нужно сесть за монитор, и тогда вы сразу все поймете. Разрешение здесь Full HD, и меня это немного смущает, потому что для такой диагонали я считаю, что разрешение должно быть 2560 на 1440. Такой монитор, в принципе, у MSI есть, но он стоит дороже. Здесь же, в принципе, понятно, почему так сделали, потому что очень многие люди до сих пор играют в Full HD, у них тачки просто не тянут разрешение выше. А здесь же и диагональ больше, и разрешение приемлемое. Матрицы здесь VA, это значит, что с цветами все в порядке, да и углы обзора тоже вполне нормальные. Конечно, до IPS-ки не дотягивают, но намного лучше, чем ТНК. А еще круто то, что обычно в VA-матрицах время отклика 4 мс. Здесь сделали 1 мс. Это очень круто, я хз, как это у них получилось, но круто. Изображение мне нравится, но есть один момент. Смотрите, обычно в игровых мониторах есть специальные режимы для игр. Вот игровой режим. Но здесь они бесполезные, и самый нормальный это пользовательский. Потому что, вот смотрите, например, режим для шутеров. Вот я его сейчас включаю, смотрите сюда на зеленый куст. Оп, он стал какой-то серо-синий. И, например, патроны 5.56 зеленого цвета становятся тоже такими, и ты путаешься, какие брать, либо одни, либо другие. И вообще такая цветовая палитра, ну, не очень хорошо выделяет противника на фоне других текстур. Гонки, стратегии, ролевые игры, классный перевод. В общем, все это не очень прикольно, и это плохо, потому что я, например, дома пользуюсь разными режимами для разных игр. Чем мне остальные режимы не понравились, да и, в принципе, режим для шутеров еще и тем, что здесь очень сильно выкручена резкость. То есть они ее выкручивают на максимум, якобы для того, чтобы вам четче были видны объекты. На самом деле это только очень сильно напрягает глаза и совсем не помогает. Что я делаю для того, чтобы играть в шутеры здесь, это очень простая тема. Берете и настройку черного на пару пунктов поднимаете, и тогда все классно видно. А вот это та самая настройка, которая делает время отклика 1 миллисекунда. А по дефолту здесь все-таки 4, как я и говорил. И знаете что? Лучше оставить 4. Настраивать можно все не только в меню, а и в приложении, которое нужно скачать на комп. Это очень круто, потому что это намного удобнее, чем ворочать джойстиком. В приложении можно и подсветочку сзади настроить, и спереди настроить, но спереди лучше не надо, потому что есть GameSense. Самое интересное в этом мониторе, это, конечно же, интеграция с софтом от SteelSeries и их фирменной технологией GameSense. Что она делает? Она выводит информацию из игры с помощью вот этой вот RGB полосочки. И это не просто там какая-то фигня. Это очень интересная штука, потому что, если у вас, например, полное здоровье, то это полоска зеленая. Если у вас оно уменьшается, потому что вас коцают, и полоска будет уменьшаться и меняться в сторону красного цвета. Это очень прикольно. И здесь можно настроить очень много всего. Например, в Counter-Strike можно настроить боезапас, убийство в голову, время ослепления флешкой, убийство за матч, деньги и так далее. Очень много всего. Это реально прикольно работает. А еще прикольно, например, смотрите, в Dota. И здесь еще круче, потому что здесь, например, можно настроить ману, потом кулдаун предмета или способности. И это очень круто, потому что в драке вы не всегда смотрите на иконку какой-то там способности. Здесь же просто цветом показывается, и вы периферийным зрением понимаете. Все, ульт готов, можно сразу врываться. Это круто. Кроме CS GO и Dota здесь есть несколько приложений и игр. Например, приложение для визуализации всяких эффектов Дискорда. Или там, когда слушаете музыку, здесь будет как эквалайзер все светиться. Прикольно. Но плохо то, что вместе с CS и Dota игр-то всего шесть. И все. Можно, конечно, сделать свое собственное приложение для какой-то игры, но это нужно шарить. То есть даже инструкция какая-то есть, но я так и не понял, как это делается. И если бы эта штука вышла полгода назад, я бы сказал вам, да, ребят, скоро будет куча игр, можно будет разные фишки там юзать. Но этой технологии уже около двух лет, и игр намного больше не стало. Это, конечно, грустно. В заключении хочется сказать, что монитор прикольный. Мне он понравился, но стоит он, как по мне, слишком дорого. Почему? Потому что здесь, да, классная картинка, здесь нормальная матрица, здесь прикольный дизайн. Это все не вопрос. Но 650 долларов за Full HD монитор, пусть это даже 27 дюймов, дороговато. За три полезных приложения в GameSense для меня только три, потому что CS, Dota и визуальный эквалайзер для меня полезно. Тоже дороговато. Как я уже говорил, не стоит ждать пополнения большого программ для GameSense, поэтому, ну реально, дорого. Хотя идея, конечно, офигенная. А еще офигенная идея продавать его до 400 долларов. В Штатах, между прочим, так и продают. Вот эта подписка на канал, обязательно прожимайте, еще прожимайте вот такой значок внизу. Он тоже очень важен. Но вообще, если ждете новых видео, то, конечно, без подписки никак не обойтись. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующих видосах. Первый минус.